МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под номером 2 у нас Юрий Савич. Именно его мы поздравляем, вручаем ему пригласительные. Юрий с вами свяжется, расскажет, каким образом эти самые пригласительные можно будет получить. Ну а завтра будем подводить итоги сегодняшнего нашего розыгрыша. Теперь представляем гостей. Можно. Благодарю. У нас в гостях Вакар, Алиса и Полторак, Вероника, организаторы семейного экофестиваля «Зеленый остров». Доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывайте, что же это за такой фестиваль? Это семейный экофестиваль, который проходит на территории Дендропарка Победы с 26 по 28 июня. Это уже седьмой фестиваль. В этом году на День города нам уже будет 3 года. Это активный отдых на природе для всей семьи. У нас будет представлена ярмарка хендмейд, развлекательная программа, концертная программа, большая часть мастер-классов для детей и взрослых. В общем, каждый приходит на фестиваль и находит для себя что-либо интересное. Что значит представка эко? Активный отдых на природе не в том понятии эко, что это экологично, а в том понятии, что это именно на природе. То есть не каждый может себе ежедневно позволить гулять с детьми и активно развлекаться. Мы даем такую возможность в конце каждого летнего месяца на территории Дендропарка Победы. Он рассчитан, я так понимаю, на семьи, да? То есть должны приходить целыми семьями к вам, да? Ну, можно и семьями, молодежь тоже найдет, чем себя занять. И взрослые поколения, бабушки, девушки, родители, абсолютно все. Ну, то есть он рассчитан, в принципе, там вся программа рассчитана от мала до велика. От самых маленьких до самых больших, да. Всем будет интересно. Что будет для деток организовано? Какие мероприятия? Организовано для деток. У нас мастер-классы от многих школ развития. Организована детская зона, где дети на протяжении дня могут рисовать, сваживать конструктор, играть в посудку, научиться делать оригами. Ну, в общем, большая просто программа для детей, абсолютно бесплатная. Часть из нее направлена на благотворительность, но об этом подробнее скажет Вероника. И вот с утра и до вечера проходит концертная программа, которая также интересна и детям, и взрослым. Давайте, да, вернемся к благотворительности. В рамках эко-фестиваля будет проходить сбор средств на лечение деткам. Да, в этот раз мы ведем двоих детей. Это Данил и Настя. Для Насти будет благотворительная ярмарка, которая устраивает ее родители. Там будет выпечка, и все желающие могут поучаствовать, как материально, так и просто выпечкой, принести ее непосредственно на фестиваль. Кроме этого будет развлекательная программа, которая будет посвящена именно сбору средств на Даню. То есть это все тоже будет проходить в рамках фестиваля. Все мероприятия мы анонсируем в социальных сетях. Находите у нас эко-фестиваль «Зеленый остров». Первая буква «З» английская, дальше все буквы русские. И отслеживайте наши мероприятия. Непосредственно сбор на самом фестивале, да? Средства будут происходить. Каким образом это все будет проходить? Ну, на Настю, получается, вы приобретаете вкусную домашнюю выпечку и напитки, вы вложите денежку сразу в бокс, и все вырученные средства абсолютно перечисляются на ее счет и на ее лечение. Но Вероника сказала, что можно еще вроде как самим выпечку приносить, да? Плесить выпечку, напитки домашние, которые будут проданы там же на фестивале, и все деньги пойдут на лечение. Если у вас нет возможности принести деньги, пожертвовать, помочь таким образом, можно вложить свой труд. Также можно принести изделия хендмейда самостоятельно сделанные. А для Данила, а не диалку, получается, будут плести косички, аквагрим, то есть, воспользуясь услугами, вы можете помочь таким образом ребенку. Фестиваль будет проходить три дня, это пятница, суббота и воскресенье. Во сколько он будет начинаться и во сколько заканчивается? С 10 утра мы стартуем каждый день, заканчиваем мы концертную программу ориентировочно в 8 часов вечера, а затем, как только темнеет, у нас открытый кинопоказ мультфильмов на большом экране, абсолютно бесплатный для всех желающих. Поэтому к вечеру все утепляются и опять возвращаются в парк. Смотреть мультики. Какая концертная программа у вас запланирована, какие коллективы? Я вкратце прочту. Это будет детская опера «Волка семеро козлят», начнется наш день, пятница в 11 утра. Это детский музыкальный театр «Маскарад». Следом за ними у нас будет еще одно спектакль «Русалочка» от Одесской городской театральной школы директора Ткача Елена Борисовна, потом Центр раннего развития «Мигдаль Мазелтов» и вокальная студия «Дримвойс». Дальше аниматоры и фиксики, потом мастер-класс по психофизической системе оздоровления и реабилитации «Белаяр», детская танцевальная студия «Эльби», солнечные барды наши, друзья, семья Герасченко, которая у нас на каждом фестивале, каждый день. Это мегапозитивные люди, которые просто заряжают какой-то очень доброй и хорошей энергией. Дальше. Дэнс-арт. Наталья – это коллектив, который с нами тоже уже второй фестиваль. Каждый день с нами – это детские персильвенцы из Донецка. Вокальная студия «Светлячки» – участники проекта «Будь звездой». Центр оценки соответствия фактам прочтет небольшую лекцию. Группа «Поющая флиэйта» – замечательные люди, которые… Получается, у них кирска и шатландская музыка. Школа восточных искусств. В субботу у нас будет танцевальная студия «Энерджи», вокальный коллектив «Талисман». Троянды, Сандра Попова танцует восточных танцах. Программа насыщенная, да, и рассчитана, в общем-то, и на деток любых возрастов, и на взрослых, и даже на бабушек с дедушками. Да, вот у нас будет еще вечером в 8 часов в субботу группа «Риз Апп», а в воскресенье, скорее всего, будет вообще уникальная группа «Би-Фри» – это одесская рок-группа, в которой самому старшему участнику 24 года, а младшему 15 лет всего лишь. И весь фестиваль у нас завершится в воскресенье с 5 до 8 часов вечера. У нас будет грандиозный гала-концерт, в нем нам помогает Ярослав Трофимов, перрон номер 7, проект называется «Новые люди Одессы», НЛО. Также Танюша Милимко будет у нас выступать. В общем, мы вас всех приглашаем на фестиваль, в течение всех дней у нас будет очень интересно. Скажите, а в чем самое основное отличие вашего фестиваля, фестиваля «Зеленый остров» от всех остальных, которых сейчас в Одессе буквально каждые выходные какой-то фестиваль проходит? Ну, во-первых, мы единственные, кто все-таки бесплатно проводит фестивали на территории городской громады. То есть деньги за это не берете? Нет, у нас абсолютно свободный вход, беспроблемное участие. Если ваши дети танцуют и поют, абсолютно бесплатно они могут присоединиться к нашему фестивалю, выступать у нас на сцене. Это как-то заранее можно договориться? Нет, можно прийти в тот же день и сказать, я хочу спеть, танцевать. Если у нас есть окошко в концертной программе, абсолютно свободно выходят люди. Мы так открыли уже не один талант. Вот на прошлом фестивале Мэри Мэл, девочка, сочинила саму песню про Украину. И настолько она классно поет, а капельная спела, и теперь она любильница всего фестиваля. Все спрашивают, когда же она опять будет. На этом фестивале она тоже будет. Здорово. Но я так понимаю, что у вас не только, вот как бы сейчас больше фестивали связаны с едой, да? Здесь у вас как-то пошире вы взяли. Да, еда у нас тоже будет. Это наши замечательные друзья Ангеловы. Вот перрон номер 7 будет. Как бы, но мы не, нету цели. То есть не делайте большого акцента на этом. Акцента на еду нет. Это скорее как бы наши друзья и поддержка, которые, ну, в любом фестивале, в принципе, необходимы фудзона. Но мы не делали на этого акцента. Больше акцента на развлечения, на семейный отдых, на то, чтобы всей семьей провести время на природе подальше от телевизоров, от компьютеров. И просто все выходные с утра до вечера проводятся у нас на фестивале. Есть такие мамочки, которые приходят в 10 утра и уходят вот после кинопоказа. И, в принципе, благодаря фудзонам это возможно. После этого фестиваля, который состоится вот в следующие выходные, планируете ли еще какие-то мероприятия для детей? Да, у нас еще два фестиваля. Это будет конец июля и конец августа. Мы обычно заканчиваем днем города. Уже это наше окончание такой феерической сезона. Я знаю, что также в воскресенье, кажется, да, будет какой-то парад фестиваля. Да, только в пятницу. Да, 26-го числа на Приморском бульваре пройдет парад фестиваля, где будут представлены все одесские фестивали, которые приходят на протяжении всего года. И мы тоже принимаем участие. Так что, если есть семьи, которым было бы интересно и есть желание представить наш парад, ну, фестиваль, которые у нас уже были, то пишите нам в личку в Фейсбуке, ВКонтакте, и мы с радостью расскажем, как это сделать. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в гости. У нас, к сожалению, время ограничено, заканчивается. Но давайте еще раз всех пригласим на фестиваль «Зеленый остров» 26-го. 26-е, 28-е июня, Дендропарк Победы, остановка Дворец Порта. Это большая белая колоннада. Там мы с вами будем отдыхать и веселиться с утра до вечера. Это семейный такой фестиваль, на который можно прийти всей семьей, взять с собой маленьких детей, которым не будет скучно, взять даже бабушку с дедушкой, которым тоже найдется там занятие, да, и провести очень неплохо всей семьей вот ближайшие выходные. Так что приходите обязательно. Я напоминаю, у нас в гостях были организаторы семейного эко-фестиваля «Зеленый остров», «Вакар Алиса» и «Полторак Вероника». Ну, а говорили мы сегодня о детских игрушках, вспоминали, какие же игрушки были в нашем детстве. Ну, так, немножечко поностальгировали, пообсуждали современные изобретения для детей. В общем, так вот мы и провели наш сегодняшний двухчасовой эфир. Завтра утро, конечно же, начнется, как обычно, в 7 утра. Сегодня для вас работали Анатолий Гуртовой. И Ольга Ермоленко. Прощаемся с вами до следующего утра. Желаем вам насыщенного дня, хорошего настроения. Ну, и, конечно, не забудьте завтра обязательно включить свой телевизор на седьмой канал, настроить его и посмотреть, проснуться вместе с нами. Субтитры подогнал «Симон»